доброго дня уважаемые граждане республики астан меня звать беляла сергей сегодня у нас 2 сентября 2020 года я хотел бы вам рассказать о своей таблице по расчету пенсии и выложить ее в открытый доступ чтобы могли ее скачать и сделать самостоятельный расчет значит у меня есть одна просьба прежде чем на начнем если вам понравится это видео поставьте лайк или дизлайк если у вас есть свободное время пожалуйста напишите что вам понравилось или что не понравилось и если вам понравилось то подпишитесь на мой канал меня зовут белялый сергей а мы продолжим таблица расчете пенсионного обеспечения но выглядит следующим образом вот первый лист обратите внимание лист написано стаж и пенсия здесь я считаю советский стаж я считаю казахстанский стаж дальше у меня переводится стаж проценты что советское что казахстанский дальше высчитывается солидарная пенсия база пенсионного выплата и выплаты из емпф при этом задаются параметры на такой какой год и делается расчет это может быть двадцатый год это может быть двадцать первый год и так далее дальше здесь рекомендации если я что-то рекомендую повысить доход или взять архивную справку обязательно здесь указываю дальше это целый файл там несколько листов 2 лист периоды пенсионных отчислений когда я прошу прислать выписку о пенсионных отчислениях то вот здесь вот я начинаю ее заполнять вот смотрите внизу вот здесь есть итоговая сумма и того отчисления то есть я оставлю просто единицы один один за какие периоды были ли там были пропуски то есть ставлю просто единицы если нужно вот здесь я могу заполнить еще сумму какие-то потом мы будем использовать и здесь запомнил платежные поручения но так как у людей по 20 по 30 листов я 2 3 столбца отказался заполнять только первых где ставлю единицы и вот смотрите сколько периодов было столько они и отражаются периоды пенсионных отчислений это автоматически переносится на первый лист где заполняется дата сколько было пенсионных периодов оплачено это относится к казахстанскому стажу следующий лист это доходы за 36 месяцев здесь я заполняю доходы выбираю какой-то период были заполнены данным смотрите здесь от я беру например есть я беру период с января семнадцатого года если с другого года например беру условно говоря там с 1 апреля например не знаю там пятнадцатого года видите здесь автоматически потом беру за хвостик этой клетки и вниз иду до 36 так и выбирая именно 36 периодов подряд и вот значит по март восемнадцатого года с апреля пятнадцатого года по март восемнадцатого года то есть так как там автоматически настроены формулы то есть сразу 36 период понятно с какого месяца по какой чтобы не было двоякости или на пород если я не знаю с какого начинается но смотрю периоды например человек имел хороший доход ну скажем там до апреля девятнадцатого года тогда я на последнюю клеточку ставлю пишу например апрель апрель 2019 года ведь он уже переформатился беру хвостик этой клеточки и введу ее вверх до первого месяца и автоматически она пересчитывается то 36 месяцев это будет с мая шестнадцатого года по апрель девятнадцатого года и так далее дальше есть первая работа может 2 может 3 может человека несколько работ тогда я просто добавляю еще листы колонки да и заполняет дальше например первая работа в этом месяце условно было там две тысячи во второй работе в этот же период на прибыло 4000 а третья работа например появилась только в семнадцатом году например полторы тысячи это например то заполняется конечно все здесь смотрите внизу есть это гос первая работа с второй работы третий работа это значит три надо будет справки о доходах они автоматически суммируются от общей доход семь с половиной дальше здесь указан период какой максимальный доход принимается для исчисления пенсии дальше какой мрп в этом периоде действует рассчитывается среди максимальный доход среднемесячный для исчисления пенсии и максимальный суммарный доход за 36 месяцев то есть она высчитывается потом это сопоставляется с тем что человек накопил и выводится сумма например не хватает четыре с половиной миллиона максимальный доход 127 у человека только 2000 соответственно для расчета солидарной пенсии берется минимально минимальная сумма она также переносится на первый лист вот сюда видите лист дохода и к нему применяется проценты выведены из трудового стажа до соответственно считается пенсия это доходы за 36 месяцев дальше идет лист справка о доходах здесь уже отформатированный лист он будет выглядеть как и нужная печатная форма видите на один лист она помещается здесь я заполняю данные которые мне нужны видите например беру ссылку на какой-то период например вот на этот период ставлю дальше беру переношу и меня автоматически все будет складываться дальше справки это тоже за отдельную плату я могу эту таблицу посчитать так и высылаю чтобы могли сами запомнить значит за нас заполняя третий столбец это начисленные суммы пенсионных отчислений значит здесь у меня автоматически это сумма переносится перечисленные суммы и автоматически рассчитывается сумма самого дохода то есть эта сумма умножиться на в 10 раз бывает когда начисление некорректно например там ты иные ты иные конечно округляясь последний знак выбрасывать поэтому смотрите если у вас там есть расхождение суммы перечисленных пенсионных взносов и начисленные зарплаты потребуется корректировка чтобы понимали дальше шестая колонка здесь дата платежного поручения номер платежного поручения за какой период заполняется так это выглядит дальше у меня вот здесь вот есть сумма суммарный доход ведь я написал скрыть строку это за какой период будут заполняться справка здесь вот видите в последнем конце всего за сколько месяцев и за купили за сколько месяцев я делаю очень просто вот я беру там сейчас она пишу на несколько периодов 36 месяцев нужно сколько месяцев заполнена я просто беру вот так вот выделяет столбец и вот здесь справа внизу вот смотрите видите количество четыре строчки сумма такая-то я исправляю справка значит здесь заполняю всего там четыре месяца четыре месяца пишу 44 здесь автоматически видите сумму переносится в эту справку и здесь общая сумма выносится я просто его здесь вот текст запись пишу сколько как как нужно ее заполнить да уже редактируют а миллионы тысячи так далее это вот лист справка дохода дальше лист выплата с енп здесь вот вот в этой b1 я заполняю сумму накоплений которого человека есть ну например 4 миллиона пишу независимо это мужчина или женщины ко мне обратились она считает автоматически единственное если обращается женщина я просто удаляю данные по мужчинам чтобы это не путались и там убираю периоды чтобы людей не смущали эти лишние цифры или наоборот делаю там женщин убираю оставляю мужчин вот здесь автоматически прописана формула как она считается в соответствии с постановлением правительства республики астан порядке и выплаты накопления единонакопительного пенсионного фонда здесь есть коэффициент для мужчин это 63 года у женщин 59 60 61 62 63 соответственно это коэффициент годового изъятия я высчитываю например 417000 но так как это годовое изъятие выплата производится ежемесячно то ежемесячно выплата это сумма годовая делится на 12 все очень просто при этом дальше внизу я еще добавил требования накопления для пенсионного аннуитета если из вас кто-то захочет оформить пенсионный аннуитет как это сделал например я в июле этого года в двадцатом году женщины там 21 с половиной года это значит нужно 14 900 мужчины все с 55-летнего возраста это 10 900 и так далее женщины 52 года 14 600 и так далее вот 55 лет женщинам нужно 13 600 а у мужчины все равно 10 900 и так далее здесь по годам я смотрю у кого какие требования есть чем старший человек тем меньше требования к накоплениям для оформления пенсионного аннуитета чтобы вы понимали дальше лист это возраст женщины потому что меня постоянно до сих пор спрашивают а вот я такого-то ради вас когда мне нужно выйти на пенсию я поэтому в этой таблице добавил информацию о пенсионном возрасте эта таблица у меня газель горизонтальная не все ее понимают мне она удобно я еще сделал презентацию отдельно вертикально то есть человек женщина находит например 62 года сразу понятно что в июле 23 года в 61 год или она родилась например в июне 61 года это декабрь двадцатого года 96 6 месяцев 59 лет 6 месяцев и так далее то есть здесь еще возможность как бы чтобы женщины понимали когда они будут выходить на пенсию дальше лист отдельно это разные года где у меня отражается личный расчетный показатель минимальная пенсия база пенсионного выплата прожиточный минимум минимальной зарплаты по мере принятия их республиканской бюджете ниже здесь стоит зависимость насколько предыдущий показатель больше то есть показать для этого года больше придусь к предыдущему году например мрп в двенадцатом году вырос на 7 процентов в тринадцатом на 7 процентов 14 на 7 процентов 15 на 7 16 на 7 а вот начиная с восемнадцатого года на шесть процентов с девятнадцатого на пять процентов так далее но я ставлю прогноз с учетом того что будет рост на девять процентов для того чтобы но лучше завысить показатели чтобы даже если они не будут достигнуты все равно человек лучше с максимальной пенсии а я считаю так лучше завысить немножко показатель и так возвращаемся к первой листу стаж и пенсия здесь заполняется трудовой стаж как он заполняется например заполняется 1 например сентября 78 года я пишу 1.9.78 он автоматически формулируется в дату и например человек учился до 25 апреля на 1 81 я пишу 25 апреля можно вот такую поставить 25 4 на 81 то есть можно или . можно к суть черту ведь он автоматически считать и здесь у меня высчитывается сразу сколько лет сколько месяца сколько дней и сколько будет здесь записи соответственно например то еще заполню 1 апреля 82 года по 31 марта например там 93 года и вот две записи каждая запись рассчитывает года месяца дни они складываются 12 лет 18 месяцев 54 дня 54 дня округляется до полного месяца полный месяц округляется до целого года соответственно полный стаж 13 лет так как и мужчины и женщины считаются по фактическим месяцам например 163 для женщины 163 делится на необходимый стаж для полного начисления это 20 лет 20 умножить на 12 месяцев получается 240 и того 163 делится на 240 умножаясь на 60 процентов вот стаж для женщины это 48 процентов у мужчины при таком же стаж для мужчины при таком же стаже в месяцах проценты будет меньше 32 и 6 почему да потому что мужчине нужно что полном размере на числе пенсии нужно 25 лет 25 лет умножается на 12 получается 30 300 и поэтому 163 делим на 300 умножаем на 60 процентов получается процент эти проценты переносятся сюда доход помните там умножается на проценты получается максимум это солидарная пенсия да в нарушении статьи 28 пункте 1 и они советуют там горит республика стран нарушает свою собственную конституцию поэтому начисляется минимальная пенсия не на уровне минимальной а меньше минимальной я об этом говорю у нас нарушается конституция нашей страны статья 28 пункт 1 где гарантируется минимальная пенсия Минимальная пенсия в этом году у нас 40441, а могут начислить и 1000 тенге всего лишь. Потом рассчитывается база пенсионного выплата. База пенсионного выплата это казахстанский стаж плюс советский стаж выводится полные года. Переводятся проценты при условии того, что 10% это 54%, 10 лет это 54%, за каждый год превышение полный год. Свыше 10 лет добавляется по 2%. Соответственно 14 лет это значит за 10 лет 54%, за 4 года 4 умножается на 2, получается 8, 54 плюс 8, вот 62%. 62% от прожиточного минимума. Прожиточный минимум в 2020 году 36668, 62% это 20 тысяч. Прибавляется и МПФ и вводится и того пенсия. Пенсия складывается из трех величин. Солидарная пенсия, база пенсионного выплата и выплата с МПФ. Стоит такая таблица 2000 тенге, я сейчас ее выкладываю на гугл диск бесплатно. Вы можете зайти, по ссылке вот у вас будет откроется таблица, вы можете ее скачать. Почему надо скачивать? Потому что когда я дал ее в общий доступ, у меня в 2018 году я давал общий доступ и дал редактировать. Люди доредактировали до того, чтобы остался пустой лист, просто пустой лист. Поудаляли все данные. Поэтому здесь я файл даю только для чтения, чтобы вы могли вот этот файл скачать и сделать расчет самостоятельно. Как делается расчет самостоятельно? У меня есть на ютубе канале мои ролики, как заполняется этот файл. Если нужно будет, я могу еще раз записать видео, как заполняется эта таблица. Вот я предложение, когда разбирал речь Токаева от 1 сентября, я сказал, что в принципе пускай пенсионный фонд этим занимается. Един накопительный пенсионный фонд. Там сидят менеджеры, можно их научить. Пускай они людей консультируют бесплатно, они все равно там сидят. Практически ничего не делают. Пускай формируют пенсионное досье, пускай делают людям консультацию, пускай рассчитывают пенсию. Пускай это будет даром для того, чтобы люди готовились к пенсии. Потому что если они будут материально не удовлетворенные, то будут нарождать социальное напряжение, чтобы не было у нас никаких потрясений. Казахстан должен жить спокойно и достойно. Я так считаю. Еще раз напомню, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк или ставьте дизлайк. Если вам не сложно, напишите, почему вам понравилось или почему вам не понравилось это видео. Если какие-то темы нужно осветить подробнее, напишите. Я постараюсь записать видео, чтобы ответить на какие-то вопросы. Или по таблице, или по пенсионному законодательству. Или вот я высказываюсь иногда по вещам полезными, или по политической ситуации. Потому что нам в этой стране жить, и мы все участники политики. Потому что политика расшифровывается как разница интересов. Ну, будем высказывать каждое свое мнение о нашей ситуации в Республике Астана. А у меня на сегодня все. Доброго дня. Еще раз напомню, что у нас завтра 3 сентября. А 3 сентября у нас праздник, если вы помните. А праздник это у нас победа над Японией. Это окончание Второй мировой войны. Именно наш народ закончил эту бойню. Были вот такие медали за победу над Японией. Помните, мы наследники великих предков, которые сломали хребет всему европейскому фашизму и японскому милитаризму. Поставили на колени все мировое зло. За это нас не любят, но мы обязаны в честь наших предков жить достойно. Чего желаю каждому казахстанцу и граждане бывшего Советского Союза. А у меня все. Доброго вам дня. С вами был Белявов Сергей. Спасибо. Продолжение следует...